Чтобы ты монтировал видеоролики хотя бы на одном уровне с детьми, я хочу пригласить сюда ведущую следующей рубрике про съемки Настю Рудову. Смотри Настю на ПРОПОХОД ТВ. Привет, Настя! Какое настроение? У нас все хорошо, солнышко светит за плечами горы, поэтому прекрасно. Там так уже тепло, так здорово, хочется гулять, наслаждаться этой погодой и вернуться домой под вечер уставший и вспоминать, какие яркие краски были за день. И без сил валяться на кровати и понимать, что тебе хорошо. Слушай, да, я вот тоже периодически выхожу на балкон, понимаю, что там безумно клевая погода и время как бы вот использовать свой телефон на максимум, снимать видеоролики в сторис, в инстаграм. А я не могу этого сделать, потому что то, что я снимаю сейчас, особо не поразмещаешь. Так вот, я с нетерпением жду, когда ты нам расскажешь, о чем же пойдет сегодня речь в твоей рубрике, чтобы я узнал больше о видеосъемках. Ну вот, достаточно часто слышу от всех людей, что фотографии или видео получаются засвеченными или не такими, какими хотелось бы их видеть. На профессиональных съемках мы видим всегда красивую картинку, как будто всегда в идеальных условиях снимается. А на самом деле, когда светит солнышко, все это приятно нашему глазу, но не камере. Что же с этим делать, как с этим бороться? Давайте узнаем сейчас о настройках камеры и какую технику нужно использовать. Мы готовы, Настя. Мы уже в предпочтении. В прошлый раз мы с вами поговорили о том, как идея и творческий подход влияют на восприятие вашего видео. Конечно, в гонке за качеством картинки про синональные камеры сейчас не обогнать, но у смартфона есть одно прекрасное преимущество – его мобильность. Если камера всегда у вас под рукой, то существуют очень даже хорошие шансы не проворонить что-то интересное и успеть ее заснять. В профессиональном фотоаппарате невероятное количество различных настроек. В телефоне же, как правило, все на автомате. Не приходится думать о фокусе, экспозиции и прочих страшных словечках. Однако автоматика в один прекрасный момент может подвести вас и испортить тем самым хороший кадр. Так давайте разберемся, может ли телефон конкурировать с камерой и на что он способен. Как правило, в обычной камере ручные настройки недоступны. Однако вы можете заблокировать фокусировку, зажав нужное место пальцем и снимать, не отрывая его. Не особо удобно, но работает. Возьмем среднюю модель, например, меня Хонор 10. Заходим в настройки и первым делом меняем качество. Разрешение необходимо выбрать самое доступное на вашем смартфоне. Но если вы заметите, что ваша камера начала сплоить и не тянет такой формат, понесите до того уровня, где она будет работать исправно. Переходим в режим. Замедленное движение, таймлапс и макросъемка. Научитесь правильно и вовремя использовать эти режимы и используйте их. Это украсит ваш видеоряд и добавит разнообразие. Ребята, пора. Переходим к трём китам, на которых держится вся базовая съёмка. Диафрана. О, соль, о, соль, мило. Выдержка. Света чувствительность. Диафрагма. Диафрагма — это дырка в фотоаппарате. Чем диафрагма меньше, тем более размытый кадр по бокам и более чёткий в центре. То есть это такая фокусировка на определённом предмете. Чем больше диафрагма, тем более чёткий кадр в целом. Выдержка. Выдержка — это скорость затвора. Чем она больше, тем больше свет успевает туда попасть. И тем более размытый кадр получается. Соответственно, если мы хотим получить максимально чёткий кадр, нам необходимо сделать выдержку поменьше. Но тогда кадр получится очень тёмным. И вот для этого существует ISO. Здесь мы настраиваем то, насколько камера будет чувствительна к свету. Соответственно, чтобы сделать нашу картинку светлее, ISO мы увеличиваем. Но куда же без нюансов. Чем светлее картинка, чем больше ISO, тем больше шумов на кадре. Это такие неприятные точечки, как на ночной съёмке. Ммм, сложно? Ну давайте попробуем на конкретном примере. Представьте, что нам нужно сделать съёмку при плохом освещении. Какие ваши действия? Итак, давайте по порядку. Сначала мы работаем всегда с выдержкой. Выкручиваем её на побольше, если у нас темно в помещении. И дальше подгоняем ISO. Оно должно быть примерно в два раза меньше, чем выдержка. В принципе, тут нужно будет просто потренировать глаз. И вы очень быстро этому научитесь. Минимальная диафрагма, минимальное ISO, выдержка в два раза меньше. Вот идеальная формула для хорошей съёмки. Правда, для этого вам нужны будут очень хорошие погодные условия. Ах да, я обещала поговорить про программы для телефонов. Для андроидов и вот эти вот яблочки-то отгрызанные. Существует большое количество программ. И ну давайте начнём с приложения Open Camera. Большим плюсом у неё является то, что можно блокировать баланс белого. Экспозицию, это ISO плюс выдержка. Автостабилизация, сетка 3х3 и разрешение видео. По правде сказать, автостабилизация не очень-то работает, если в телефоне это заранее не предусмотрено. Само приложение на русском, так что вам не составит труда разобраться в остальных настройках. Для айфонов есть платное приложение, например, Pro Camera 8 и бесплатное приложение VSCO Cam. Для полного контроля на фотографии в видеоискателе присутствует уровень и вертикали, а в базовом режиме возможно настроить баланс белого. В общем-то, там есть и более тонкие параметры съёмки. Это ISO, регулировка фокуса и выдержка. Помимо телефона, фотоаппарата и безграничной фантазии, вам ещё понадобится несколько аксессуаров. Начнём, пожалуй, с самого необходимого. Это штатив. Этот инструмент идёт первым по важности. Штатив необходим для жёсткой фиксации камеры, чтобы исключить дрожание и смазанность. С опором в виде штатива легче построить композицию, выбрать правильный ракурс. Вы можете приобрести хороший, высокий, дорогой штатив, который потом можно будет использовать и для фотоаппарата. Но если на данный момент тратиться, желания нет, купите себе хотя бы гибкий осьминог за 200 рублей. Потому что без штатива наши действия становятся сильно ограниченными, а качество видео сильно падает из-за тряски. Съёмные объективы и линзы. Они приходят на помощь для смартфонов, если встроенная оптика изначально не обладает большими возможностями. Этот аксессуар позволяет изменять такие параметры, как фокусное расстояние, масштабирование для макросъёмки, перспективу и добавлять эффект ребби-глаз. Большинство съёмных линз совместимы со многими моделями, поэтому после покупки нового мобильника вы почти наверняка сможете использовать с ним старый набор объективов. Микрофон. Важная составляющая вашего видео – звук. Найдите красивое travel-видео и отключите на нём аудио. Станет очень скучно. Сравните видео у блогера со средней картинкой и хорошим звуком, и качество снятный материал с фонящим голосом. Скорее всего, отдадите предпочтение тому, что приятно уху. Ни один смартфон не обладает тем качеством звука, которое при посторонних шумах или акустике в помещении будет приемлемо. Здесь у нас два варианта. Это бюджетный – это ваша гарнитура, ну то есть наушники, в которые можно разговаривать. И подороже – это микрофон. Их большое количество – радиопроводные, прищепки на телефон с шумоподавлением. Я использую петличку с длиной 6 метров, что позволяет отходить достаточно далеко от камеры. Ну и напоследок – стабилизатор. Этого потрясающего аксессуара у меня ещё пока нет. На него однозначно стоит обратить внимание, если вы решите заниматься съёмками всерьёз и надолго. Как бы хорош ни был встроенный стабилизатор телефона, его часто недостаточно для создания плавного видеоконтента без дрожи. Этот аксессуар напоминает селфи-палку. В него встроены специальные моторы, которые обеспечивают устойчивость смартфона по трём осям. Как результат, видео идёт плавно и не дёргается. Камера – это главный, но не единственный съёмочный инструмент. Создание по-настоящему интересного контента требует определенных затрат как временных, так и финансовых. Конечно, снимать на смартфон можно и без этих аксессуаров. Но тогда вы будете ограничены только теми функциями, которые производитель посчитал нужным добавить в ваш мобильный телефон. Однако в конечном итоге всё упирается в человека и его желание развиваться. Искусством мобильной съёмки не владеть без упорства и доли креативности. Ну что же, мой дорогой зритель, давай подведём итоги. Начнём с плюсов. Телефон всегда под рукой, вы не пропустите ничего важного. И его не нужно таскать в огромных каких-то чехлах, придумывая эти рюкзаки для него. Он всегда в кармане. А теперь перейдём к минусам. Ну, во-первых, если вы настроили свою профессиональную камеру или фотоаппарат, то эти настройки будут сохраняться всё время съёмок и несколько часов. В телефоне же каждый раз, когда вы блокируете его, вам придётся заново всё выставлять, настраивать и проверять, правильно ли вы всё сделали. Ну и даже самый лучший телефон вряд ли снимает в тёмное время красивую картинку. Однако же я уверена в том, что в путешествии вы берёте чаще всего с собой ваш смартфон, поэтому дальше мы будем разбираться, как снимать на телефон, как монтировать на телефоне, ну и как монтировать на компьютере, потому что всё-таки, ну, когда-то же вы вернётесь домой. Смотрите новые выпуски, делайте домашние задания, получайте обратную связь и не забывайте иногда полусыпаться. Пока-пока. Настя, надо будет переварить эту информацию, очень интересно, но не до конца всё понятно. Скажи, пожалуйста, а где можно будет посмотреть ролик, чтобы как-то к себе его сохранить, может быть? Если ты ещё не поняла с первого раза, ну, скорее всего, это сложно усвоить, то вы можете перейти в группу, вот там ссылочка у вас внизу, обязательно приходите, выполняйте домашние задания, о которых я скажу через несколько секунд, и получайте обратную связь. Таким образом вы сможете к концу всего курса нашего сделать целый интересный ролик. Первый урок также уже в группе, и второй сегодня появится. А сейчас перейдём к домашнему заданию. Вам необходимо будет скачать приложение на телефон, которое вы выбрали, да, исходя из ролика, разобраться с настройками его, и обязательно снимите несколько вариантов макросъёмка, общий план и человека, исходя из тех советов, которые вы получили. Я жду ваши ролики, и мне очень интересно, что же у вас получится. Отлично. Что я могу сказать? Общий план я уже снял, только что снимал. Надеюсь, что твой ролик появится так же быстро, как Коля появился сейчас в нашей студии. Просто человек сейчас учился во время того, пока шёл твой ролик, Коля уже на практике, всё применял. Это я применю правила Александра Томяк, которая вчера говорила о том, что ничего не стоит откладывать на потом. Какой ты молодец, Коля. Настя, мы благодарим тебя, спасибо тебе большое за твой информативный, интересный выпуск. Друзья, не забывайте подписываться в группу Настя ВКонтакте, она обязательно удивит вас чем-то интересным. Настя, мы говорим тебе до новых встреч в нашем эфире. Пока-пока. До свидания, Настя. Пока. Субтитры подогнал «Симон»